Пациентка 69 лет, поступила в реанимационное отделение после полного лабораторного обследования, дополнительных методов исследования. Предварительный диагноз – это двухстороннее полисиметарное пневмония тяжелой степени. И еще ряд осложнений. Консультацию по лечению пациентки врачи Белоколитвинской ЦРБ получают в режиме реального времени. На обратной связи – областной центр «Медицина катастроф». Специалисты центра дистанционно могут наблюдать за состоянием больных и проводить консилиумы. Такая совместная работа стала возможной благодаря проекту «Телемедицина». Через каналы службы 112 устанавливают связь непосредственно с Центром медицины катастрофы города Ростова-на-Дону и позволяют нам получить в короткие сжатые сроки, получить консультацию областных специалистов, специалистов, которых нет в штате больницы. Передача информации о пациенте возможна только по защищенным каналам связи, без использования интернета. Техническую сторону вопроса решила система 112. И через нее круглосуточный доступ к конференциям с областными специалистами получают больницы Миллеровского, Зерноградского и Сальского районов. Интеграция системы 112 и скорой помощи – еще один шаг в цифровизации медицины. Плюсов от такого взаимодействия много. В частности, звонки на 103 не уходят в очередь, а перенаправляются в 112. И заявителю ответят в течение 8 секунд. Звонящий может также здесь уточнить, отправлена скорая помощь или не отправлена. Для этого система ГЛОНА здесь заведена в систему 112. И диспетчера видят, как передвигается скорая помощь на каком-то расстоянии. В систему введена возможность оператору службы 103-112 вызывать все необходимые службы экстренной помощи. Что происходит в медучреждениях на экранах единой дежурно-диспетчерской службы. В Белоколитвинском районе по системе «Безопасный город» установлено 107 камер и особое внимание социальным объектам. Практически все объекты в городе Белоколитва, здравоохранение у нас перекрыты, камеры видеонаблюдения. И не просто камеры, а с аналитикой. Также камеры установлены в местах массового скопления людей – на улицах райцентра и поселка Шолоховский. Сейчас мы планируем развивать аппаратный комплекс «Безопасный город» в село, уходить планируем, и в район. У нас подключается поселок Шолоховский, уже четыре камеры есть, планируем еще четыре подключить, поселок Коксовский. Также в этом году в планах установить купольную обзорную камеру в Краснодонецком сельском поселении. Оксана Мельничук, Виктория Щетинина, Руслан Хамчиев, Дон-24, Белоколитвинский район.